На курорте Роза Хутор по-прежнему многолюдно, хотя большая часть гостей уже разъехалась. В некоторые дни новогодних каникул сюда в буквальном смысле невозможно было пробиться. Прошедшие новогодние праздники стали серьезным экзаменом для курорта Роза Хутор. Оценку получили хорошую, но чтобы все было отлично, необходимо учесть некоторые нюансы, в частности, позаботиться о дополнительных парковках. Многоярусные крытые парковки, а их здесь почти на тысячу машиномест, оказались забиты под завязку. Пробки на подъездах к курорту растянулись на километры. Ситуацию обсуждали даже на уровне правительства страны. С учетом того, что у нас личный транспорт пользуется популярностью, наши граждане на общественном транспорте не очень хотят ехать, то возникла, обнаружилась проблема дефицита парковочных мест. Уже сегодня поставлена задача за летний период расширить количество парковочных мест, чтобы не было необходимости фильтровать количество транспорта. Чтобы сделать транспортную логистику логичнее, на курорте Роза Хутор готовы на открытой парковке, где сейчас стоят экскурсионные автобусы, организовать разворотное кольцо. Схему движения представили на обсуждение специалистам администрации города. Транспорт будет следовать мимо нынешнего КПП на эту площадку. Стоять машины здесь не будут. Место предназначено лишь для посадки и высадки пассажиров. Затем машины будут уходить на свободные стоянки, либо на выезд из поселка. Также здесь планируют организовать, что называется, вторые входные ворота на курорт. В горах, куда можно будет добраться на личном автомобиле. Мы сейчас организовываем полноценную зону. И в перспективе мы ее очень сильно разовьем. Она будет находиться в горах. То есть по 21-й дороге. Вы поднимаетесь там, где у нас были финишные зоны горнолыжного центра и сноуборда. Люди поднимаются на машинах прямо туда. Там будет большое, по нашим расчетам, там будет до 1000 машин на мест. Менять логистическую схему начнут в ближайшее время. И уже в следующем году «Росохутор» будет готова к самым мощным нагрузкам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.